Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Вышла немножко прокатиться вместе с вами. И, собственно, сегодня поднять, как мне кажется, единственно верную тему. Как победить коронавирус и как вообще победить все то, что есть на земле, негативное, а победить можно только одним способом. Сегодня уже все ленты перезаполнены тем, что люди сходят с ума, многие. Многие сидят дома, уже разобрали все свои коробочки, гардеробы, поубирали. Кто-то даже окна помыл, шторы постирал. В общем, уборочка, знаете ли, так идет. Люди уже приготовили все блюда, вспомнили кулинарные способности. Но за этим ли нас посадили? Неужто нас убрали этим коронавирусом, чтобы мы с вами сделали генеральную уборочку? Ну, как бы очень сильно в этом сомневаюсь. Уборочку, да, но вряд ли в нашем доме. По крайней мере, только в нашем доме. Конечно же, в первую очередь нам нужно убраться вот здесь. И я говорю об этом, говорила об этом и буду говорить. Но сегодня буду говорить более предметно. Потому что на самом-то деле мы в это место свое настолько всего много напихали, настолько это зашлаковали, начиная от нашего детства, нашими родителями, всем-всем-всем, что у нас вот здесь в голове на самом деле реальность абсолютно это отображает. Вот когда вы смотрите вокруг и думаете, что за бред, откуда эти вирусы, откуда эти люди, что происходит, это все взялось вот отсюда. И если вы хотите сегодня, чтобы в вашей жизни началось что-то нормальное для вас, чтобы началось что-то такое, что вас могло менять, то вам необходимо, прежде всего, начать с уборочки вот в этом месте. И сейчас, как никогда, насильным способом, с пониманием того, что вы это пылесос, представьте себе. Ну, пылесос это просто аппарат, а у вас есть мешочек с мусором, и вот этот мешочек, он в вашей голове. И ваша прямая задача сейчас, это задача каждого из нас, взять этот мешочек и очистить его от всего. От всех наших обид, от всех наших страхов, от всех наших сомнений, от наших неуверенностей, от того, как когда-то что-то кто-то нам сказал, от того, как сказали мы, от того, что мы боимся быть собой, от того, что мы не любим себя. Наша прямая задача заняться именно этой уборкой и понять, что мы и наш мозг, это не одно и то же. Что наш мозг, это некий чип, который встроен, который мы можем достать и в который мы можем заложить любые другие значения, в котором мы можем навести чистоту, а после этого, как в хорошо прибранной квартире, взять и решить, что и куда поставить, что туда засунуть. И не думать, не ждать, что туда засунут другие. Вы что, не видите, в что нас спихают? Абсолютно, кто чуть-чуть хотя бы читал трансерфинга, хоть немножко разбирается и понимает, что происходит, абсолютно навязанные маятники, абсолютно навязанные страхи, абсолютно, как всегда, в наши головы массово вставляются паники, атаки все эти, которые происходят, нами манипулируют, нашим сознанием манипулируют, мы сами впускаем этот вирус, мы его сами распространяем. И это происходит не только с вирусом, так происходит со всем. Да, я не говорю о том, что ничего в мире нету, есть, но мы с вами лучшие этому проводники, потому что то, как мы включаемся своими мыслями, а мысли, если вы забыли, материальные, вот мы это, собственно, и получаем. Мы все время об этом говорим, мы боимся, мы думаем, и плюс мы натаскиваем еще на это кучу своих проблем, кучу своих страхов, и в результате сидим с этим грязным мешком в своей голове, дальше и дальше впутываясь, что там сейчас происходит, парламент плохое, правительство плохое, сосед чхнул, бабка кашлянула, и все. И вот в этом опять мы живем. Нам опять, опа, кто-то умер, опа, да каждый день умирает миллиарды людей, да вам не надо болеть коронавирусом или еще чем-то, чтобы умереть. У каждого из нас есть какой-то свой определенный век. Смиритесь с тем, что смерть, это по сути наш друг, он все равно к вам придет. Вы рано или поздно с ним встретитесь. И то, что вы сейчас, друзья мои, бездарно и безбожно сидите, боитесь, трогаетесь, труситесь, переживаете, не знаете, что делать, ждете чего-то, вот это, вот это то, что вообще нельзя делать, потому что вы все равно ждете смерти. Ну, может, она раньше придет, ну, может, она позже, но в том случае, когда вы так сильно боитесь, так может, пусть лучше раньше, нахрена-то столько мучиться. Вот осознание того, что наш мозг, это как, я не знаю, сумка, в которую вы можете что-нибудь положить, что-нибудь достать и сами решить, что там будет, вот это должно вами двигать. Только подумайте о том, что вы можете заложить любые программы. Вы можете сказать своему мозгу все, что вы хотите. Понимаете, вот эту мысль, как фильм, начать прокручивать и делать это регулярно и получать это, мы откуда берем все эти войны, ужасы и хаосы. То есть посмотрите, что телевизор все время транслирует. Чего ж туда другое можно посадить? Телевизор нужно взять и топором своим изрубить. Все вот эти ленты с этими друзьями, роботами, хоботами и прочими вещами тоже нужно убирать, потому что, когда вы в это все погружаетесь, это же просто капец. А теперь представьте, что вот сюда вы можете положить что-то другое. Но когда мы с вами находимся постоянно вот в этих вот беганинах, нервотрепках, даже до этого вируса нам некогда было подумать о том, что мы хотим положить свой мозг, потому что нас нет на это время. Мы все время заняты, нам вот все время, у нас есть чем заниматься, правда? Вот я, честно говоря, со стороны, понаблюдав за вот этой историей, немножко погрузившись в нее, уборка, готовка, делание домашнего задания с детьми и еще какие-то точки перемещения, которых сейчас нету, а в жизни они обычно есть, я поняла, что жизнь таким образом и заполняется, потому что действительно ничему другому в жизни нет времени. Это отвлекает, это забирает, люди говорят, это надо уважать, это труд, да. Но это никакое не созидание. Это что же за жизнь у нас такая получается? Неужто вот так вот всем хочется прожить вот в такой суетне, каждый в своей? Кто-то в суете с детьми, кто-то в суете по работе, у кого еще такая не очень интересная работа, которая не позволяет как-то развиваться. И мы все вот так вот бегаем, 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 и благо нас остановили, но люди нас остановили для другого. Я буду вам кричать об этом до тех пор, пока вы меня не услышите. Давайте еще раз разбираться. Если представить, что наш мозг это коробочка, это наш, по сути, сотрудник, наш главный сотрудник, но босс-то у него мы, получается, что наш сотрудник наполняется теми мыслями, которыми он хочет, и в результате он нами руководит этот мозг. Он нам говорит, сегодня боятся, сегодня не выходить, сегодня это не делать, у тебя не получится, ты родил троих детей, ты неудачник, ты там что-то сказали, он вами руководит, но вы его босс, мать вашу, ну скажите раз своим мозгам, алло, я не хочу об этом думать, алло, у меня другие планы. Подумайте над своими планами, дайте ему новую программу и новые установки, начните вести с ним уже не диалог, а начните вести себя как родитель, старший взрослый товарищ, который говорит, алло, мы сейчас будем делать с тобой вот так, даже не родитель, потому что родитель имеет право давать как бы выбора своему ребенку, но мозгу своему нужно давать очень четкие указания, иначе ваш мозг будет поддаваться на влияние других. Вашему мозгу необходим босс, и если для него босс не вы, то босс находится другой, в лице телевизора, в лице вашего друга, в лице вашего родителя, который навязывает вашему мозгу то, что он думает, а вы в результате просто думаете и получаете уже то, что говорит вам ваш мозг. Вы раб вашего мозга, но не вы его босс. Так, ребята, может быть сейчас и есть классная возможность остановиться, остановиться и подумать, блядь, я вообще живу сколько лет, 30, 20, 50, 40, я вообще куда бегу, я чего хочу, и хотя бы раз взять и разобраться с тем, а чего хочу я, куда иду я. Вы знаете, я ходила вокруг этих мыслей очень близко и очень далеко, и очень долго, и я периодически к ним подбиралась, а потом от них уходила, и постоянно вот не понимала, в чем, в чем прикол, пока однажды я очень круто не осознала, а что, если я возьму свой мозг и положу в него то, что я хочу, знаете, как волшебную баночку, как говорит моя Ева, и скажу крекс-пекс-фекс. Так вот, когда я это сделала, я получила с этой волшебной баночки то, что я туда положила, то, что я захотела, чтобы там произошло. И я сижу и ржу сейчас с нас, с людей, на то, какие сложные пути мы вечно ищем, и то, насколько нам сильно нравится, когда кто-то другой говорит нам, что делать, когда даже наш мозг набирает какую-то инфу из всех этих лент, мы же всем этим наполняемся на подсознательном, на сознательном уровне, да, эти все рекламы, почему мы покупаем этот порошок какой-то, который рекламировали, потому что наш мозг берет все, что ему дают, а мы просто выполняем, выполняем его требования. Так, ребята, остановитесь сейчас. Единственный способ победить все это, это стать осознанным человеком, это взять и достать свой мозг, это взять, пропылесосить его, выбить его нахрен, и твердо решить, чего туда класть, что там делать. Вы же после ремонта в квартире хотите поставить не разбитую чашечку, а хотите новенькую, вы не хотите вести старый ковер, на который писал ваш кот, нет, вы хотите что-то новенькое. Так вот сейчас, почему вы не хотите что-то новенькое, почему вы не хотите остановиться и не сделать что-то новенькое для вашего мозга, подумать об этом и засунуть в него. Я очень надеюсь, что вам мои мысли каким-то образом ложатся. Я очень надеюсь, что вы будете просыпаться и понимать это, потому что я уже скоро буду жестикулировать, как вот эти итальянцы, которые там кричат, оставайтесь дома, а я вам говорю, загляните в свой мозг, прочистите его и засуньте туда те программы, которые вы хотите. Вы хотите чего-то? Расскажите своему мозгу, что вы хотите. Уберите вот этот шлак, уберите все страхи, уберите все, чем его напичкали, другие люди. Вы к этому не имеете никакого отношения. Очень хочу, чтобы вы меня услышали. Знаете, очень интересный момент заметила сейчас. Я неделю назад запустила старт продаж своего продукта, который называется Рерайтер жизни, я уже об этом говорила на ютюбе, и запустила его в инстаграме, потому что инстаграм сейчас какая-то наиболее такая живая среда по тематикам понимания себя. Так вот, удивительным образом за первую неделю присоединилось 100 человек, которые как один буквально сказали, как только я услышал, я сразу понял, что мне это нужно. Так вот, есть люди готовые, которые понимают, что да, мне это нужно, я хочу переписать свою жизнь, я хочу написать, я хочу, у меня сейчас есть, блин, на это время, есть на это время, наконец-то. Я понимаю, что надо этот шлак весь очистить. Но для большинства людей по-прежнему люди говорят, о, я такой несчастный, а сейчас будет еще хуже. Будет сейчас и всегда абсолютно так, как вы себе скажете и как вы положите сюда. Если сейчас вы скажете о том, что у вас не будет денег, у вас не будет работы, у вас не будет нормальных отношений, вы вообще, у вас ни хрена не будет, то, ребята, ваш мозг, как волшебная коробочка, исполнит именно то, что вы туда скажете. Поверьте в эту мысль. Это самое простое, что вы можете сделать. Не напишите бизнес-план, не найдите инвестора, не придумайте еще какую-то многоходовку, в которой вы сломаете голову. Просто поверьте, то, что я говорю, может сделать каждый. В отличие от того, чтобы открыть бизнес, мне нужен капитал. У вас на все есть отмазки, а на это нет. Нет. Единственная ваша отмазка – это «я ленивая жопа». Все. Других отмазок нет. Поэтому подумайте, пожалуйста, над тем, что я сказала. Подумайте над тем, чтобы начать хотя бы пылесосить свой мозг и понимать, что до тех пор, пока люди не начнут приходить в себя, нашу вселенную, будут вечно на нее нападать вот какие-то такие штуки. И я вам точно могу сказать, что если в вашей голове все окей, повторюсь, никакой коронавирус и прочие хрени вам не страшны. И даже если вдруг случайно вы заболеете, то все с вами будет хорошо. Это я вам точно говорю. Потому что вот это самое главное, что у нас есть. Именно отсюда начинаются как наши победы, так наши неудачи. Если вам зашло это видео, я буду вам благодарна за поддержку в виде лайков. Если вам не зашло это видео, отписывайтесь нахрен, потому что дальше буду заставлять и мучить вас еще больше менять свои жизни. Все, люблю пупсики.